В розмарин добавлен новый уровень сложности, который должен быть еще сложнее, чем предыдущие. А также в нем будет один супер рандомный уровень, где можно заработать бабла. Бегать по этой сложности сначала будем с оружием, а потом возьмем рандомного персонажа и проверим эту сложность голыми руками. На связи Алекс, подпишись, чтобы не потеряться. Поехали! Собирай и улучшай способности своих героев, чтобы сразить всех врагов на пути к спасению принцессы. Используй невероятные навыки, исследуй более тысячи уровней, путешествуй по другим мирам и создавай мощные артефакты для прокачки героев. Скачивай невероятную игру Crash Them All и спаси свою принцессу. Из оружия в новую сложность я хочу протянуть громовой в молот войны. Хотя нет, я его улучшу до грозового молота. Заходим в дверной проем и оказываемся на острове, где среди предложенных персонажей нет тех, кого я хотел бы взять. Раз так, я беру шахтершу. Будем добывать уголь и вывозить его с острова для продажи. Вот это и будет супер рандомный уровень, на котором поднимается бабло. Ладно, я пошутил. Но шахтершу я беру. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал копейкой. И большое спасибо бустерам. You touch my talala. Тыкаем на шестерку, проделываем путь отхода и уже на первом уровне я встречаю каких-то одноглазых големов. Непривычно. Беру грозовой молот и второй уровень встречает нас. Ананасы с посохами и миниатюрный босс зимней обезьяны. Нет, это не уровень с боссом, если вы так подумали. На данном уровне сложности нередко будет такое встречаться. Когда обычные боссы из забегов будут бить нас вместе с чмырями обыкновенными. Интересно, а кто же будет тогда на месте реальных боссов? Тем временем третий уровень. И тут из необычного это дурман зажаренный электричеством. Сфера испытателя это полезно. Как и бесплатное обновление предметов в магазине. Четвертый уровень ничем не отличается от прежнего. Но тут уже был кристальный краб в миниатюре. Нихуя! Жрунькою и беру бонусы. На пятом уровне нас встречает уже босс в виде древесного короля. То есть разрабы всунули всех финальных боссов предыдущих сложностей сюда. А всяких няней и шмяней закинули к мобам. Логично. Древесный король дал дерево. Набиваю живот. Шестой уровень. Чертополохи с вилами под электрическим соусом. Опять ем. Седьмой. Восьмой. И микро великий мах. Девятый. И ничего нового. Десятый. И босс ведьма тумана. Которая любит дискотеки. Это ее и погубило. Мммм. Вкусный рис. Одиннадцатый. Двенадцатый. И тут мне попадается тот самый уровень, где поднимают бабло миллионеры. А вернее поднимают бабы. Чисто уровень, где бьешь золотых крабов и обмазываешься бабами. Тринадцатый уровень наполнен С2H5OH. Пора уже и поесть. Четырнадцатый уровень без особых интересных изменений. Обезьяны и гомункулы. На пятнадцатом уровне само собой сидит стражник. Ой. А он уже лежит. Ох игра спасибо. Когда уже не надо, столько кайфы накидало. Забег закончен и пора идти попробовать себя в этом режиме без оружия. Согласны? Согласны. Беру берсерка, захожу в двери. Берсерка среди предложенных персов я не получаю. Возьму ведьму с новым скином. Надо ее выгулять немного. Первый уровень на изи. Закидал бутылками и стаканами с бухлом. Беру бабы. Разбираю второй уровень и начинаю качать урон ближнего боя. Иначе никак. Третий уровень, четвертый и босс пятого уровня. Успею ли я его убить? Вот в чем вопрос. Успел. Получил деревяшку. Пробежался по шестому уровню с диким перегаром. Двадцать. Седьмой. Восьмой. Девятый. Они прям вообще никакие. Только немного количество дятлов увеличивается. Босс десятого уровня разобран и опущен. Лавовый тофу. Найс. Одиннадцатый уровень это гомункулы. Двенадцатый гомункулы в союзе с ледяным червем. Тринадцатый обезьяны в масках и колосс зуланы. Наверное хотят мне отомстить за деда безногого. Четырнадцатый это уровень гомункулов, обезьян и ледяных червей. Ура. Время босса. Но я его убить просто не успел. Повезло чмарю. Сам сдох. Забег закончен и Кассандра была очень рада такой легкой прогулке. Резюмируем. На удивление шестой уровень сложности стал еще легче чем пятый. Пятым хотя бы после десятого этажа начинался ад. Из-за большого количества гомункулов и тому подобное. А тут до пятнадцатого этажа все настолько легко, что просто аж не верится. Я в шоке. Да, они добавили урезанных боссов на этажи. Да, они добавили рандомный этаж с заработком бабла. Но сложность они не добавили. Или это мне так кажется. Судя по голосованию, реально стал легче. Подписывайся на тележную группу или чат. А также обрати внимание на DS сервер. Спасибо за просмотр. Встретимся в будущем. Чао. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!